приветствую знаете во первых поступают жалобы что я игнорирую ножи на шайбах ну и серии что я весь себя такой приверженец керамических именно обязательно подшипников и все прочее она же на шайбах они лучше вот это все ну на самом деле я даже спорить не буду потому что в нашем нажиманском деле спорить что что-то лучше ну это бесполезно вот и доказывать что либо кому-то у кого другое мнение не просто нельзя это нецелесообразно и не нужно потому что а не то чтобы было какое-то единое правильное верное мнение на живой теме да и б не то чтобы человека который ну во что-то уверовал или что-то ему очень нравится можно было тупо переубедить да и зачем на каждого нажима на есть свой ножевой производитель который так или иначе делая по-своему ножи удовлетворит вот конкретно вот этого человека его желание чаяния вкуса и так далее интересно только то что мы вот сейчас стоим на пороге времени такого веселого когда когда ты ищешь что-то необычное премиального качества но вроде как лампово дедушкина теплое то в общем надо смотреть на китайцев есть такая контора которая раньше называлась москита тактикал сейчас они называются вот таким вот длинным гордым папе найв сентус и надо сказать что дело такое субъективное вот что они делают они действительно делают ножи на шайбах вот например этот нож идет с комплектом фурнитуры пожалуйста который хорошо видно то есть ну собственно вот он то есть реально шайбы такие все из себя нормальные шайбы вот надо сказать что нож поменьше он подороже потому что назовем 390 а этот он подешевле потому что на сэндвика фишка этих ножей в том что они делают маленькие партии такие не очень большие типа вот например 139 штук в какой-то модификации у каждого конкретного ножа пару-тройка модификации ну несколько с ограниченным количеством нумеруют их и собственно продают и больше эти модели они не делают для того чтобы это был хоть какой-то смысл и это разумно они посвящают их ну какому-то году там чего-нибудь или там еще что-то ну вот например пигги да как бы маус то есть в принципе все неплохо но учитывая что китайский календарь это ножи китайские это даже в общем как-то весьма осмысленно вот я оставлю маленькую историю видео под в описании к видео маленькую историю про эти ножи потому что это ну просто клево на мой взгляд что можно сказать о ножах конструкции самой обычной в том что они очень неплохо сделаны весьма качественно от слесарины титан офигенно сделан титан качество по на ощупь как оригинальная сибенза просто суперский вот качество изготовления будьте нате придраться в общем даже захотеть просто тупо не к чему да здесь нет сухаря но на таком ноже которые не флиппер он не особо то и нужен вот это фронт флиппер ох и не люблю их но фронт флиппится что называется вот я думаю что такие ножи скорее на людях будут открывать вот так при этом это крупный крепкий нож который ну вот что называется делай что хошь вот мне лично больше понравился этот малыш несмотря на то что мне не нравятся боевые клинки конкретно на этом ножи это смотрится классно но уж такой увесистый такой классно прям вот классно тяжеленький несмотря на то что это фронт флиппер конкретно этот господи прости фон флиппер мне даже понравился мне даже порос не на камеру получалось в открыть но сейчас что-то не получается вот не мою это здесь мне понравилось следующее ну во первых у них есть там всякие гравировки они даже осмысленные там все такое прочее но мне понравилось то как аккуратненько сделана площадочка с насечкой для отжатия замка и это здесь делать очень удобно мне понравилась здешняя насечка которая вот вот так вот она выглядит заподлицо то есть если открывать нож мягенько вот в этом месте он утапливается поэтому имейте ввиду что это не очень удобно то есть насечка на своем месте для того чтобы в самом начале вот это вот ваша любимая фронт флиппер на я кто любит фронт флипперы сделать я не знаю я не могу это не мое мягко открыть не получится вот этот по моему насколько помню тоже устроен также то есть это на мой взгляд это неправильно то есть должно быть так чтобы она открывалась вот так вот проведением пальца до конца но я тут понял что наверное как-то рассуждать на эту тему бесполезно потому что каждый дизайнер на живой видит так как он видит вот те кто любит фронт флипперы будут именно выщелкивать вот и все даже здесь в принципе я думаю что выщелкивается но честно вот это указательным пальцем вот с точки зрения ножа как ножа классная штука плюс в том что он очень вот этот вот очень тоненько сведен то есть поискать нож классического дизайна из m390 с таким тоненьким сведением его еще надо найти и вот это очень интересно плюс у этого ножа нет клипсы и можно сказать что внешний вид не испорчен клипсой да вам придется придумывать как его носить но вот реально эта вещь в себе действительно вещь себе и если можно российскому ножевому дизайнеру выпустить нож под известной маркой который фронт флиппер но странный то я думаю что китайцы тоже имеют на это право вот я думаю что такой форм-фактор найдет своих ценителей кому это понравится очень да еще кстати важный момент здесь понравилось то что спейсер он очень такой как сказать сдержанный но и делает внешний вид ножа интересным а еще благодаря тому что он такой длиннючий получается так что он офигенно держит ну геометрию рукояти и вообще эти ножи они очень крепкие на ощупь и в руках и они очень воспринимаются надежными то есть я не могу ничего сказать против тех людей которые говорят что типа ну все-таки шайбы надежнее да в абсолюте конечно шайбы надежнее чем подшипники просто по определению по механике седьмой класс физики вот ну и вот конкретно эти ножики они воспринимаются как какие-то такие прям ух хотя на самом деле тактического в них мало это просто современные материалы современное прочтение классического перочинного ножа что называется как ни странно и мне понравилось то как они сделаны а то что у них есть какая-то брендированная маркетинговая адекватная идея внутри и они действительно являются не массовым таким интересным коллекционным я бы сказал на сто процентов продуктом кстати еще у меня очень часто спрашивают что не показываю коробочки знаете здесь я вот прям специально не показываю сейчас просто ничего интересного а тут прямо есть интересное но я не показываю коробочки для чего для того чтобы если вы купили этот но чтобы для вас был сюрприз и какая-то новинка то вы уже видели его там сблизи там да знаете как он выглядит ждете его уже но вы не видели коробочку и когда она приедет вам вы увидите как он упакован и все такое прочее вы поймете что цена в общем объективно говоря достаточно оправдана потому что ну не только нож сам сделан клёво из хороших материалов там и все такое прочее но еще и в коробочке есть свои фишки поэтому почему бы и нет вот сложно на самом деле рассказывать и анализировать наши которые субъективно тебе никак не нравится но понимаете то что она мне субъективно не нравится она не значит что она не очень она очень она сделана хорошо я понимаю что кому-то из зрителей это может быть интересное так как это нечто необычное не стандартная не показать просто нельзя вот ну то есть иначе это будет просто знаете такой очень эгоистичный подход к бойчат нет не нравится это показывать не буду или там моим не это вообще не интересно как значит этого не существует это же не правда это существует вот поэтому как же не показать ну ладно кое-что из коробочки я покажу смотрите какая классная простыня то есть реально простыня здесь вот такая вот уху-ху собачка блин классно на самом деле вот это мне прям вот вот проняло в общем вот такие вот интересные ножи странные вещи в себе сразу скажу да с практической точки зрения весьма утилитарно банальные вот но с точки зрения материалов весьма неплохие интересные и премиальные с точки зрения качества изготовления топовые с точки зрения цены в принципе адекватные и с интересной коллекционной ценностью за адекватную сумму опять-таки имеют место имеют право на жизнь а вы как думаете пишите в комментариях любопытно историю почитайте я оставлю всего доброго до свидания